Продолжаем выпуск. Официальный сайт американского шоу талантов The World's Best сообщает, 27 февраля в 11 вечера по времени LA выйдет новый эпизод. Напомню, Димаш и Данелли триумфально прошли в третий тур. Но сейчас предлагаю сфокусироваться на жюри. Что надо знать о людях, в чьих руках судьба наших земляков? Дрю – самое впечатлительное из стройки судей. You moved me to tears. Это сейчас Берримор в образе эдакой опытной доброй тетеньки. А когда-то она была неудержимой бунтаркой. Уже в подростковом возрасте баловство алкоголем и наркотиками довели ее до рехаба. Расцвет актерской карьеры был в конце 90-х, в начале нулевых. На ее счету такие яркие проекты, как «Ангелы Чарли», «Ядовитый плющ», «51 поцелуев» и другие. Да. Вы купились на этот трюк. Мой дед умер, заводя так двигатель. В 2000-х Дрю входило в список 100 самых красивых людей. Сейчас у актрисы контракт с Netflix и главная роль в многосерийке «Диета из Санта-Клориды». А вот Фейт Хилл не так известна в Казахстане. Все потому, что у нас не популярен кантри. Она, кстати, тоже неоднократно фигурировала в списках самых красивых женщин мира. А в 93-м стала первой исполнительницей кантри за последние 30 лет, которая держалась на первой строчке «Билборд» 4 недели. Вершины чартов покорялись ей неоднократно. А еще вы наверняка слышали ее проникновенный саундтрек к фильму «Перл Харбор». А вот Рупол является первой дрэг-куин, получившей звезду на «Аллее славы». С 30 лет у него есть женское альтер-эго, именуемое «Монстром». На его счету 17 альбомов. Дуэт с Элтоном Джоном. 22 миллиона долларов за контракт с косметической маркой. Две Эмми за шоу «Королевские гонки» Рупола, где он является продюсером и ведущим. Эдакая супермодель по-американски, где соревнуются мужчины нетрадиционной ориентации. Ну и коротко о Джеймсе Кордоне, который не только ведет проект «The World's Best», но и является его соавтором. Ведущий начинал свой путь с эпизодических ролей в сериалах. В 2007-м Джеймс удачно попробовал себя в качестве сценариста и продюсера ситкома «Гэвин и Стэйси», за что получил бафту. Там же он и сыграл главную роль. Актерская карьера пошла в гору, стала засасывать и телевидение. В 2010-м Кордон начал вести спортивное шоу. Через пять лет у него появляется свое вечернее шоу на CBS, в рамках которого появилась рубрика «Карпул караоке». Формат быстренько начали копировать в СНГ, ведь непринужденные покатушки со звездами стали набирать десятки миллионов просмотров. Субтитры сделал DimaTorzok